Около 50 ребят приняли участие в 31-й городской олимпиаде по начальному техническому моделированию. Каждая школа представила команду из 6 учеников 2-х, 4-х классов. Тут нужно собирать конструктор лего на время, на правильность и на ловкость. Нравится тебе собирать конструктор лего? Очень. Почему? Потому что это развивает моторику рук и это интересно. Вообще, как ты считаешь, такие олимпиады нужны? Да. Почему? Чтобы знать рекорды. Олимпиаду по начальному техническому моделированию Центр детского технического творчества при поддержке Департамента образования проводит ежегодно. Она помогает педагогам проверить, насколько хорошо ребята научились мастерить на уроках технологии, а школьникам приобщиться к техническим видам творчества. У нас здесь по направленностям будет. В каждом кабинете будут проходить на военную тематику изготовления поделок из бумаги, из картона, пластилина и конструктора. Цель данного мероприятия – развитие творческих способностей детей и отношение к патриотизму. Ну, в общем, у нас идет по единообразовательной линии, это мероприятие мы проводим и для дошкольников. Среднего потом звена у нас будет мероприятие и уже выше – это научно-практические конференции для 9-10-11 классов. Участникам олимпиады нужно было за час качественно и аккуратно выполнить задания. Лучшими в олимпиаде по начальному техническому моделированию стали ученики из 225-й школы. Второе место поделили ребята из 220-й и 222-й школ. И третьей стала команда образовательного учреждения номер 221. Дмитрий Балясников, Светлана Гордеева, телерадиокомпания «Заречный».